Душа и гордость ногайского народа Сраждин Батыров впервые во всем своем творческом даровании предстал перед широким зрителем. К 70-летию художника этнографический музей «Дагестанский аул» при администрации Ногайского района подготовил ретроспективную выставку народного художника. Экспозиция отражает все этапы и направления многогранного творчества Сраждина Батырова, от ранних этнографических зарисовок Ногайского мира до картин середины 80-х, наполненных глубокими раздумьями о судьбах своего народа. От экспрессивных полотен, посвященных трагической гибели ногайской поэтессы Кадрии, до экспериментальных поисков художественного языка, передающего новое эстетическое сознание последних лет. Основоположник изобразительного искусства Ногайцев Сраждин Батыров прожил короткую, но наполненную высоким смыслом и самоотверженным творческим трудом жизнь. Художник, этнограф, фольклорист, прикладник, педагог, хореограф, музыкант, танцор, сценограф, дизайнер, поэт, прозаик, книжный график – сложно обозначить главное направление его деятельности. Многое, начиная с нуля, в одиночку, он заложил основы таких новых для ногайцев видов искусства, как живопись, сценография, хореография, реконструкция традиционного и дизайн сценического костюма. Можно говорить о Ногайской школе. Вот мы не можем говорить о Варской школе живописи, там, Лагская, Лесгинская, там, Кумыгская, потому что мы в общем говорим о Дагестанской, да, там, ну какие-то могут быть нюансы какие-то, тонкости такие, ментальные, да, каждого народа, они как-то могут проявляться. Но все-таки, а у ногайцев и не только в силу тематики, и не только в силу их особого вот этого, качевого прошлого и так далее, а в силу того, что может быть вот у Истоков, он же первый художник был, что у Истоков стоял именно Сраждин Батыров, понимаете, вот такая исключительная, феноменальная личность. Я поняла, что он уже основоположник многайской живописи. Потом уже дальше уже, я уже видела все больше и больше, какой он талантливый человек, как он к своим работам подходит вдумчиво, очень серьезно. Скоропостижный уход Сраждина Батырова в 41 год оборвал многие его начинания. При жизни у Сраждина не было ни одной его персональной выставки. У него была договоренность с руководством Государственного музея этнографии народов СССР о проведении его выставки совместно с декоративно-прикладным искусством ногайцев. Затем эта выставка должна была демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств. Осуществить этот проект художник не успел, как и многое другое. Масштабное наследие осталось в тени. Миссию сделать его достоянием общества взяла на себя искусствовед Татьяна Павловна Петенина. После его смерти с 1994 года я поехала в Ногайский район первый раз, познакомилась с его, увидела этот мир, степи, культуру, взгляды этих людей. У меня много друзей появилось. Я действительно как-то полюбила, приблизилась, может быть, к душе, насколько смогла, этого народа. И вот тогда началось. И я писала много. Первый раз я, по-моему, написала для журнала, очарованный, по-моему, странник называлась, статья для журнала «Женщина Дагестана». Потом еще в 1994 году в Музее искусств сделали выставку его совместно с Республиканским домом народного творчества. Потом еще в 1998 году выставку сделали. Потом сделали выставку. В 2004 году был первый международный фестиваль Ногайской культуры и традиций Ногаэл. Вот мы «Золотой кочевник», где уже не только его работы были, других ногайских художников из Карачаева, Черкесии, там из других, может быть, регионов. Ну, делали выставку декоративно-прикладного искусства. То есть это уже как-то плотно вошло в мою жизнь. И уже, как говорится, теперь я с ногайским народом да умру. Творчество срождено Батырова, несмотря на его многогранность, обладает удивительной цельностью, как за счет единой темы жизни родного народа, его истории и культуры, так и благодаря практически не меняющемуся на протяжении всего творческого пути живописному стилю. Но главное – пронзительный, глубокоэмоциональный нерв всего его творчества, питаемый, неиссякаемый любовью автора к родной земле и своему народу и передающий его картинам неповторимую одухотворенность и особенную чувственность. Он действительно тончайший художник. В Савропольском крае есть музей, а там тоже его работа есть. Там, вы знаете, вот мы, народ, мы азиаты, северокавказские степняки. Вот там срождение Батырова, там есть работа трех степняков. Там Нагаиц, Калмык и Трукмен. Вроде все степняки, все азиаты. Ну, вроде люди, но для других, может, для горцев, они, может, вроде где-то все похожи. Но вот срождение, тонкостью художника, вот блистательная своя техника, так, действительно, нарисовал свою картину. Ты каждый, вот, я, например, всегда узнаю, это тип Нагаица настоящий, а это тип Трукмена, а это тип Калмыка. Ну, они, я говорю, степняки, ну, вроде похожи, но вот для художника он конкретный всегда. Вот в этом срождение Батырова был сын и не проведен. Художественное наследие Батырова насчитывает более 200 живописных, станковых и графических работ, этюдов и эскизов, тематика которых всегда связана с родным краем. Нагайская степь, Нагайский аул, интерьер Нагайского дома, обыденные сцены неторопливой сельской жизни, Нагайский и только Нагайские лица. На его полотнах мы видим, как женщины валяют войлок, пекут хлеб, работают в поле или ведут неторопливую беседу за пиалой Нагайского чая. Удивительно цельный, гармоничный мир. Идеализации нет, атрибуты национального быта не являются самоцелью, не заслоняют главного. Изображение жизни народа в его вечном движении, из прошлого через настоящее в будущее. Здесь такой мощный, неповторимый колорит, колорит нашего народа, колорит наших степей. Вот именно срождение Батырова отразило жизнь Нагайского народа, неповторимую его жизнь. Он очень много рассказывал, всегда о своем народе. Он мог вынуть из кармана маленький шинкобус, этот струнный инструмент, и сыграть на нем. Спеть колыбельную песню, как с нежностью, которой не каждая женщина способна. Показать какое-то танцевальное движение. Степь, выжженная палящим солнцем земля, воздух, напоенный степными ароматами, сообщили живописи срождена Батырова свою цветовую гамму. Живопись его достаточно монохромна, и картины, выполненные преимущественно в ахристо-зеленовато-оливковой гамме, всегда узнаваемы. С любовью тщательно выписывает он травы, диковинные растения, животных, каждую морщинку на умудренных опытом лицах стариков. Мир Батырова при всем его драматизме гармоничен. Но иногда в этот гармоничный светлый мир врываются драматические ноты, и тогда мы слышим напрасный зов последней верблюдицы на Гайской степи. Видим одиночество старой женщины, самым близким существом которой стал котенок. Ощущаем мучительные фантасмагории, через которые проходит душа художника после трагической гибели Кадрии. Все время получалось, что он в конфликте, потому что самое первое, с чем он сталкивался, что он не похож на других внешне. Поэтому, когда ему удавалось, лучше, чем другим, другие завидовали. Его неугомонность, его бунт, он всегда преследовал его. Например, когда он знал, что над ним будут смеяться, когда он будет танцевать. А он еще хуже делал, еще хлеще делал. Брал занавеску, снимал, где там, в этой квартире, заворачивал его и танцевал индийский танцы. Мог губы покрасить, мог точки делать. Эти люди, которые одаренные свыше, у них трудно складываются отношения с миром дольнием. Хотя он не был какой-то, знаете, такой вот прям весь из себя, возвышенный, может быть, там, недоступный, небожидный. Нет. Он был очень простой, очень... И знал эту жизнь с ее насущным хлебом, как никто. Но, тем не менее, решить свои проблемы. У него никогда не было мастерской, у него никогда не было квартиры практически. И наступил такой момент, когда у него отчаяние им овладело, и он уничтожал свои картины довольно много. Он сжигал, уничтожал. Он думал даже о суицидной у него мысли были. И вот какой-то был момент, когда мне просто хотелось его поддержать, и я ему сказала, давай я напишу о тебе, о твоем творчестве. Я еще тогда никакой писаниной не занималась. И мы, помню, сидели после работы, музея, он очень много рассказывал. И не о себе. Он опять о нагайцах, о нагайской истории, о нагайской культуре. Я записывала. У меня эти бумажки до сих пор хранятся. В экспозиции представлено около 150 произведений художника, включая графику, живопись, акварели, реконструкцию этнографического и эскизы сценического костюма, книжную иллюстрацию. Особая ценность – натурные акварели, впервые представшие перед зрителем. И если живопись Батырова отличается добротностью и профессиональным владением реалистическим методом, то именно в рисунках и акварелях наиболее полно предстает его легкий, изящный, свободный дар художника-импровизатора, умеющего несколькими мазками передать портретный образ старика, юной девушке, непосредственного ребенка, сельский уют маленького дворика. Тот уходящий традиционный нагайский мир, который еще застал и успел запечатлеть срожден Батыров. От всех работ дышит, веет таким, знаете, ритмом степи, веет ритмом такой неторопливости, такой эпичности. Он не, как я, не экспериментировал. Но я думал, я должен, чтобы написать о любви, или там о любви говорить искусством, нужно опыт, нужно возраст. А он не думал, он любил. Без того, чтобы я, когда экспериментировал, думал, опыт должен быть жизненный, чтобы сказать про что-то там такое. Он у него, оно было сразу. Во второй половине 80-х годов срожден Батыров отходит от живописи и посвящает себе созданию фольклорно-этнографического ансамбля Айланай. Он шел к Айланаю долго, всю свою сознательную жизнь. С ранней юности и до конца дней, будучи неутомимым собирателем и исследователем народной культуры, срожден Батыров скрупулезно, по крупицам собирал, фиксировал, записывал, зарисовывал обряды и танцы, старинные музыкальные инструменты и народные мелодии, костюмы и предметы быта, сказки, предания, пословицы, вплоть до колыбельных песен и детских считалок. Это была подготовительная работа по созданию главного детища своей жизни. Он здесь написал эскизы картин разных народов, наших дагестанцев. Великолепные работы. Просто, знаете, такая тонкая, филигранная техника. И вот когда я сам композитор, пишу музыку, я всегда думаю, вот могу ли я писать музыку, так как срожден, свою картину, может, тонкую все это делать. Мне кажется, срожден Батыров не достигает. Как этнограф, он ко всем своим эскизам, которые вы там видели, подходил тщательно, они не выдуманы. Он обращался, ездил в музей, зарисовывал, копировал, восстанавливал цвете, переводил цвете фотографии. Ну, как ученый, можно сказать, подходил он к этому, ко всему. Изучал, как исследователь. Для Айланая он сам до мельчайших подробностей разрабатывал эскизы костюмов, подбирал ткани, продумывал аксессуары, заказывал их в Москве, подбирал талантливую молодежь, а затем кропотливо обучал ее старинным танцам своего народа. Я сражена Батырова знаю еще с 85-го года, когда я впервые закончила культпресс-училище, приехала, первый состав попала Айланая, который только... И вот прямо на нас создавались танцы новые, да, они прямо при мне рождались, поэтому я потом уже написала стихи по этому поводу. Вот, я с тех времен его знаю, он очень был глубоко талантливым человеком. У него не было поверхностного таланта там в хореографии, живописи. Он во всех этих направлениях искусства был глубоко талантливым. Он просто как рыба плавал просто. Там он все там знал. Он называл себя Эльгезер, что в переводе с Ногайского означает «странник». Он вопрошал, почему моя душа не бывает спокойна, почему она так много терзается, даже по мелочам. Что это? Тонкая, ранимая душа художника, все впечатления жизни пропускающая очень глубоко через себя. Или страстная кровь предков-кочевников, взывающая к вечным поискам счастья через вечное движение. Время показало и то, и другое. Вся его жизнь, как и его творчество, это странствие во времени и пространстве. Странствие большой, красивой души. Сердце у него было очень тонкое, потому что я помню, когда первый раз у нас на Желтовском была выставка в Москве, я принес ему пластинку, которая выпустила мелодия. Это было достижение такое, Ногайских песен. Я когда ему показал это, он упал, схватив за сердце. И радость его трогала. И, конечно, трагедию тоже. Память о великом сыне Ногайского народа не растворилась во времени и пространстве. Имя Сраждина Батырова помнят по всей Ногайской степи, в каждом ауле, в каждой юрте. Эта картина, когда я стала депутатом народного собрания и стала представителем комитета по социальной политике, это в 2003 году, мне подарили эту картину, сказали, пока ты будешь депутатом, эта картина будет висеть у тебя в кабинете и тебе напоминать о Ногайской степи, чтобы ты не забыла свой народ. Но я свой народ забывать не собиралась. И вот мне очень приятно, что эта картина висела у меня в кабинете. Это помнят все депутаты того времени. Они приходили и говорили, «Ельмир, какая прекрасная картина! Степь цветет!» А я им говорила с гордостью, «Это Сраждин Батырова». В административном центре Ногайского района идет подготовка к созданию музея его имени и готовится полнометражный художественный фильм по мотивам повести «Албаслы». Я был очень богушевлен этой повестью, и я стал интересоваться биографией Сраждина Батырова. Честно говоря, я даже его и не знал, и не видел со своими друзьями, соратниками. Где-то три месяца мы работали над сценарием фильма. С этим проектом я защищался на два года назад на Ставропольском, в Печинге молодых кинорежиссеров, где жюри с Москвы очень высоко оценили этот проект. И в скором времени, вот в конце этого года, мы уже начинаем работать над сценарием полнометражного фильма. И надеюсь, что в следующем году мы уже приступим к съемкам этого фильма. И в дальнейшем с этим фильмом мы хотим участвовать в различных киноконкурсах, и чтобы наш фильм прошел в прокате на всех кинотеатрах нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова